Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами, Мария Шматкова. Сегодня обещаем вам много интересного, веселого, потому что в нашей студии две очаровательных актрисы, Светлана Большакова и Татьяна Виноградова, еще по совместительству продюсеры. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Девчонки, не могу вас назвать иначе. Очаровательные, прекрасные, веселые, улыбчивые. Очень рада, что вы пришли к нам в студию. Буквально через несколько недель в Одинцово в Киногалактике стартует премьера вашего фильма. Хотелось бы сегодня поговорить об этом, о концепте и о том, как вам удалось снять картину, практически не привлекая больших финансовых средств. Да, Мария, и более того... Это волшебство! И более того, премьера нашего фильма под названием «До Нового года осталась» стартует не только в Одинцово, но и по всей стране. Ну, так как это ваш родной город, Татьяна, все-таки, да, в Одинцово прошло ваше детство, вы учились здесь в школе, ваша юность, то, конечно же, для нас счастье, когда наши жители снимают полновесные художественные фильмы и еще выпускают их в прокат в своем родном городе. Это здорово! Да, все верно. Я училась здесь, училась здесь в 10-м лицее. Вот, и именно поэтому мы сегодня здесь, потому что для меня очень важно, чтобы жители моего родного города, в котором действительно прошла большая часть моей жизни на сегодняшний день, увидели мой фильм, посмотрели его обязательно. Фильм «До Нового года осталось» в Киногалактике с 19 декабря. Я все сделаю сам. Доброе утро, Ирина Викторовна. Алло, ну какой роман? Настя, в чем дело? Ну, пожалуйста, не плать. У меня завтра два утренника. Не забудь сегодня петь, что я добраться с садика. Я сбежал. Он и я тут никогда не потому, что не хочет, а потому что не может. О чем фильм? Как родилась идея картины? Как придумывали сценарий? С чего все началось? Ну, вообще, фильм новогодний. Это пять историй за пять дней до Нового года с разными пятью героями. У каждого есть какая-то своя драма, своя история, своя мечта, свое желание стать немножко счастливее, вот желательно в этом году, прямо до Нового года. Мне кажется, это каждому знакомо, когда ты хочешь успеть закрыть какую-то свою ситуацию вот в старом году. И так практически происходит со всеми нашими героями. Кто-то хочет до Нового года успеть открыть свой бар, кто-то разрешить свою семейную ситуацию, кто-то пригласить свою любимую девушку на свидание. Наконец-то в течение полугода не получалось. И вот хотя бы 31-го надо что-то сделать, чтобы произошло это чудо. А сценарий у нас писался в ночь на старый Новый год, и это делала Татьяна. Да, тут совсем интересная история. Сценарий, как это, в общем, часто бывает, жил-жил в моей голове, но не был оформлен сценарий. И в один прекрасный момент будущий режиссер нашего фильма, который знал о том, что в моей голове есть какая-то идея, есть какой-то сценарий, который еще ни во что не оформлен, и, возможно, когда-нибудь оформится, сказал мне, что напиши уже наконец. И так меня этим задел, что я села и с 7 вечера начала писать сценарий и закончила в 12 часов дня следующего дня. Я закончила полную версию сценария, оформленную в сценаристе полностью. То есть это не был синопсис, это не был какой-то там набросок, это был полностью готовый сценарий, который потом, конечно, еще переписывался, дорабатывался, доделывался и так далее, но, в общем, своей формы уже не изменил с того момента. Но волшебством все-таки он зарядился вот в ту самую ночь, Старый Новый год? Честно, я думаю, что нет. Он заряжался волшебством, как раз пока рождался, нет. Это был уже финал, это были его вот сами роды, а те 9 месяцев, которые он зарождался, он скорее заряжался волшебством тогда, когда из жизни подтягивались какие-то моменты. То есть я замечала людей на улице, я много тогда находилась на Старом Арбате, а действие фильма происходит в большей степени именно на Старом Арбате. И так как я там много репетировала, я замечала людей, которые там ходят, как они ходят, какие у них дети, как они готовятся к Новому году. Ну и плюс, так как все это тоже было для меня к Новому году, я тоже хотела успеть, как, собственно, все мы. Для меня этот фильм, этот сценарий, в первую очередь, о мечтах, о том, как воплотить свои мечты в жизни. Ну это ваши мечты? Да, конечно. То есть фильм, можно сказать, что это про вас? Можно сказать, что он про каждого. Это не история меня. Это история каждого человека, который о чем-то мечтает, чего-то хочет, куда-то стремится и готов ради этого стараться. Это очень-очень жизненная история. Эта история показывает жизнь простых людей. В канун Нового года, за пять дней до него, с их проблемами, с их переживаниями, с их какими-то бытовыми нюансами, деталями, вещами. Это не сказка, не причесанная история, а очень такая настоящая, человеческая. Я даже не могу определить жанр, наверное, потому что... Ну какой жанр у нашей жизни? Это комедия, трагедия, мелодрама, что? Романтика. Наверное, там все вместе. У кого что? И наш фильм тоже получился синтез по жанру, потому что нельзя однозначно сказать, комедия это или мелодрама, или драма. Как относиться? Эта картина, она показала, что можно свою идею воплотить, в общем-то, любыми средствами, и можно даже снять полную версию, художественный фильм, полновесную картину, практически не привлекая крупных инвестиций, не привлекая какого-то большого бюджета. Как вам удалось это сделать? И это было изначально, такой был выбран путь, что мы снимаем картину практически без денег. То есть ведь практически ни один актер, который снялся в вашей картине, не получил гонорар. Я подчеркиваю, практически. Да, это верно. Так и есть. Ни один актер, который снялся в нашей картине, не получил гонорар. Более того, ни одна локация, которая снялась в нашей картине, не получила гонорар. И вообще люди не получали, и съемочная группа не получала гонорар, и режиссер не получал гонорар. Что же это за история такая странная? Как же так? Я не могу сказать, что это было какое-то осознанное решение. У нас не было такого, что вот, а давайте снимем кино без денег. У нас не было желания снять именно без денег. У нас было желание снять кино. У нас был сценарий. У нас был режиссер, который сказал, эта история должна быть снята. Как? У нас нет денег. Ну, будем снимать без денег, сказал наш режиссер Алексей Бажанов. При том, что даже лично для меня, например, на какой-то миг он верил в то, что это возможно, больше. То есть мне хотелось вот так вот ему мотать голову и говорить, это не получится. Он говорил, девочки, вы сняли первый проект. У вас получилось. Вы можете сделать все, что захотите. У нас первый проект, веб-сериал, который мы снимали тоже без денег. Но там даже еще более такая ситуация, что у нас даже практически не было группы. Мы сделали все при все сами. Мы даже иногда режиссировали, отбирали камеру у режиссера. То есть у нас там было 3-4 человека, в принципе. Сейчас у нас группа была гораздо больше, потому что масштабы больше. Но мы, я говорю, не пытались экономить какие-то деньги, не пытались... Сейчас мы с ними бесплатно, а потом как? Заработаем на этом? Нет. У нас было желание снять кино про то, что оно родилось, про чудеса. Может быть, то самое волшебство и помогло? Снять кино без больших средств? Я думаю, что волшебство... Может быть, вера людей в вас, вера людей, наверное, в первую очередь, в вашу идею, в ваш замысел. Да, наш фильм до Нового года осталось. Действительно снят на чудесах, но это была не столько вера в нас, сколько, наверное, желание каждого человека, причастного к съемкам, доказать самому себе, что это возможно. У нас над картиной работали больше 250 человек. Из них 150 снялось в кадре. То есть это огромные цифры даже для... Ну, если не брать, да, фильмы, в которых там массовка, исторические фильмы, где одной массовки тысячи, то, наверное, это очень большие цифры даже для громких проектов, снятых за миллионы и миллионы и миллионов. Поэтому в нашем случае все эти люди вложили частичку себя. Каждый, каждый даже, который просто прошел один раз по Арбату в роли прохожего, оставил часть себя с нашим фильмом. И я думаю, что именно вот эта энергия, выработанная на проекте, дала нам возможность его довести до конца. Но, если честно, у меня никогда не было вопроса о том, что это невозможно. Я изначально... Режиссер сказал, снимаем. Мы снимаем. Все, хорошо. Режиссер в комнату снимать. А для вас вот в какой момент произошло вот это переключение, что вы поняли, все, вот вы успокоились, все действительно получится, картина будет завершена. Вчера. Она еще не успокоилась. То есть, когда вы видели уже смонтированную готовую версию к прокату? Мне кажется, что я каждый день удивляюсь тому, что это происходит, потому что это такой большой проект для меня, и я в нем такая большая, что я до сих пор говорю, так здорово. Наверное, что мы снимаем и снимем, я поняла в свой день рождения. Это была такая ситуация, что у меня была накануне ночная смена на другом проекте, потом, значит, день рождения, который я не поспала, и потом была ночная смена на нашем проекте, очень сложная, и я уже была в таком вот состоянии. Мы сами наряжали елки в кафе, сами, значит, все устраивали, организовывали. И тут в какой-то момент я уже готова прислониться к стене, я вот так поворачиваю голову и смотрю, наш режиссер несет огромную меловую доску и говорит по кадру здесь стоит. И я вижу вот это и понимаю, что ему настолько не все равно, что проект не может быть доснят. Что я не могу уже тоже подвести, да? Нет, не то, что я не могу уже остановиться. Я не подведу, понятно, но что проект не может не быть доснят, что помимо меня и Татьяны, он еще стольким нужен, что он состоится точно. Когда вы посмотрели готовый фильм, я понимаю, что снимался он долго, да, сцены, монтаж, да, но тем не менее вот уже все, завершенную полную версию. Что почувствовали, Таня? Вы знаете... Дышала хоть? Во время просмотра. Я стараюсь дышать. Я стараюсь дышать. Но дело в том, что режиссер наш, он очень умный человек, и потому он кормил нас маленькими кусочками монтажа на протяжении всего монтажа. То есть это не было так, что мы сняли, потом ушли в монтаж, никто ничего не видел, и потом нам принесли и показали целиком у картины. Наверное, если бы это было так, то я бы не дышала. Примерно уже год как. Так как режиссер показывал, 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 я приблизительно понимала, чего ожидать. Я очень точно помню, что когда я увидела... У меня в картине два образа в фильме до Нового года осталось. Я играю... Это будет небольшой спойлер. Я играю два образа. Я играю актрису, которая играет роль. И так вот, когда я увидела в первый раз себя на это увидела только в одном образе, когда я увидела вот в первом. Я позвонила к режиссеру и сказала, Алексей, лучше бы ты меня в кадре раздел. Он сказал, так я тебя и раздел, только в одежде. Вот у меня было полное ощущение, что я смотрю на какую-то ту себя, которую, наверное, очень мало кто вообще видел. И если вообще кто-нибудь видел, те, кто увидели, они уже не живы. Кроме меня. Ты к тому моменту еще не увидела, мне кажется. Это и спасло, Светлана, вас. Да. Я поняла, что теперь это увидят все. Это для меня было, конечно, моментом. Честно, когда увидели целиком, я даже не помню этого дня. У нас был праздник на самом деле. Мы собрались втроем. Мы, значит, включили большую плазму, которую специально подготовили. Значит, Татьяна приготовила ужин. Она накрыла стол на троих. Я, значит, Татьяна и режиссер. Два продюсера, две актрисы и наш режиссер. Ну, как стол. Столик. Мы при том, ну, как бы видели, да, части. Это была большая плазма и стол, Татьяна. Мы видели части отдельно, каждый день. Там, ну, пять дней до Нового года. Ну, то есть, что вроде удивительно. Мы уже все посмотрели. Я помню свои ощущения. Я смотрю, и когда день сменяет день, когда фильм идет, то это... У меня были качели. То есть, у героев... Ну, у нас очень такой бытийный сценарий, бытийная история. Вроде бы все ровно и почти ничего не происходит в плане, никто не взорвался, никто не убежал, никто там детей не потерял. Нету ничего такого. Но когда это все в одном полотне в виде картины, то вот так замирает. То есть, у кого-то вроде налаживается, а у кого-то проваливается в яму. Потом у кого-то, ну, кто-то поднимается с эмоцией, с хорошей. Вроде перед Новым годом. Сейчас, 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 сейчас будет. А у других в это время происходит что-то не то. И ты вот так вот... Думаешь, ух, полтора часа, все, значит, как на горках. Заинтриговали зрители. Давайте напомню, когда стартует картина. Картина стартует 19 декабря. Будет большая премьера в кинотеатре Киногалактика с участием музыкального коллектива английского The Steve Band. Это группа, которая написала все саундтреки к нашей картине. Вот, они приедут в Одинцово и будут открывать премьеру. Будет творческая встреча с группой. Мы привезем нашего режиссера, привезем наших актеров. Вот, и после этого будет показ фильма в кинотеатре. В каких городах еще пройдет, пройдут показы? Показы пройдут по всей стране. По всей стране. Как прокат, да. По всем крупным городам и по всем регионам. У нас список на трех уже листах, в каких регионах страны у нас будет. И мы расширяем сейчас по-прежнему нашу географию. Татьяна, это первый сценарий, первая картина. Понравилось быть в роли сценариста? Продолжишь ли ты в этом направлении работать? Есть ли идеи? Я вряд ли когда-нибудь буду писать сценарии для кого-то. То есть, если я буду писать сценарии, то только для того, чтобы мы же их и снимали. Писать сценарии, как это делают сценаристы, когда я написала сценарий, и потом хожу его продаю или там что-то пишу на заказ. Но все-таки ты актриса. Ну, скажем так, мне значительно интереснее именно заниматься продюсированием фильма. Я бы сказала, что самое верное название для нас с Ланой будет шоураннеры этого фильма. Это американское понятие, когда человек делает все. Это дело до выпуска. Играет, выпускает, координирует. Ну, обычно они не играют, но в нашем случае так сложилось, что мы еще и играем. Но это не было целью изначальной, потому что, что касается меня, я вообще не задумывалась над тем, как это называется. Мне написал сценарий, режиссер сказал, будем снимать. Ну, будем, будем. Значит, кто-то должен придумать художественную составляющую картины, да, то есть в каком это цвете, во что одеты, во что наряжены елки. Ну, я понимала, что я могу это сделать. И больше человека, который может это сделать, рядом нигде не обнаружено. Значит, это буду делать я. Так, хорошо, это я сделала там. Потом надо найти локацию. Кто-то должен договариваться с локацией. У меня есть знакомая локация. Я звоню и договариваюсь. А, ну, значит, я еще и локейшн. Так, хорошо. И то же самое совсем-совсем-совсем. И в итоге получилось, я где-то к середине, даже, наверное, ко второй-трети съемочного процесса осознала, что я продюсер этого фильма. Где-то к середине. Новая амплуа, да? Новая амплуа. Да, для меня это было прям новая амплуа. Причем режиссер мне постоянно говорил, Таня, ты продюсер. И говорит, Леша, ты не продюсер? Нет, давай дальше. Все, снимаем. Не, не, это самое. Он говорит, ты понимаешь, что вот тебе надо заниматься продюсером. Я говорю, Леша, ты можешь просто мне не рассказать, что мне надо? Давай, мы будем дальше. И так я отмахивалась, 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 пока я не поняла, что он абсолютно прав. А где-то к середине постпродакшена я поняла, что да, мне это очень нравится. Что это прямо мое, и я хочу заниматься этим. И что-то безумно интересно. И по большому счету, наверное, когда я в детстве мечтала о том, кем я буду, я мечтала именно об этом. То есть о том, чтобы создавать проект с нуля, от и до. О том, чтобы контролировать его на всех этапах. А не о том, чтобы просто в кадре выполнять задачу. то есть нет у меня такого, что мне очень хочется именно вот не принципиально для меня, есть я в кадре или нет. Мне принципиально, чтобы вся идея целиком была реализована. Вот это мне интересно. Светлана, ну у тебя проходили такие же метаморфозы? Или все было иначе? Ну у меня изначально другая, так сказать, задача на этом проекте была эмоциональная. То есть у меня большой опыт работы за кадром до этого момента был. То есть я работала и на телевидении за кадром, и училась на продюсеры, и в кино работала за кадром. А снималась я немножко. Как-то вот эпизодически случалось. И я хотела уже наконец-то большую роль. И вот в этом сценарии она сложилась. Моя героиня Снегурочка, и у нее есть там в сценарии и в фильме весь спектр эмоций. От пика счастья до полного опустошения и печали. И сначала для меня это был пункт важнее во всем фильме. То есть я делала фильм для того, чтобы могла существовать моя роль. Но постепенно уже стало совсем непонятно, для чего я это делаю, потому что фильм такой, ну, как бы отдельный организм. И в процессе работы я начинала его любить все больше и больше, все больше и больше. Он уже становится моим третьим ребенком или четвертым. Вот Аня у меня есть еще. Да, я сейчас не поняла, почему меня не посчитали. Так. Ух, многодетная мать. и сейчас на этапе выпуска проекта мне вообще нравится быть продюсером, при том, что мне все время казалось, что я вынужденный продюсер. Ну, вот для того, чтобы у меня была большая роль и не одна, и потом, я сейчас вот побуду чуть-чуть продюсером, а потом все наладится. А потом я поиграю. А у меня все уже наладилось. И продюсер это отличная моя роль, только она в жизни. то есть я готова дальше сниматься и быть актрисой, но теперь это не как фонарь, к которому я иду, а это как один из фонариков. Ну, все-таки задача-то есть. картину завершили. Да, картину завершили. Какой будет следующий проект? Выходит в прокат сейчас. Есть у нас мысли о следующем проекте, поговорим об этом, но сначала первостепенно довести эту картину, довести ее до зрителей, довести ее до проката, выпустить ее в интернете, сделать так, чтобы как можно больше зрителей ее увидели. Потому что я считаю, что то кино, которое последние годы в нашей стране в основном идет в прокате, это там есть и очень интересные картины, но большей степенью это не все, что хочет видеть наш зритель. И мне кажется, что наша картина как раз займет собой ту нишу, фильм до Нового года осталось, создан именно для тех людей, которым не хватает честного, доброго, настоящего кино, на которое можно пойти всей семьей. Кино, на которое ты уверенно берешь с собой 12 плюс категория, на которое ты уверенно берешь с собой ребенка и знаешь, что ему с экрана покажут настоящие добрые вечные ценности. Его научат хорошему. наше кино учит хорошему, наше кино учит мечтать, наше кино учит любить, наше кино учит верить к себе, не бояться. И для меня это те самые вечные ценности, которые я всегда, я не люблю слово пропагандирую, но я их дарю миру, да, я их всегда утверждаю, вот, наверное, утверждаю, самое будет верное слово. не надо бояться, не надо бояться быть собой, не надо бояться идти верить. Не надо бояться трудностей останавливаться, да, и разворачиваться спиной к своей мечте, и идти в другом направлении совершенно. Не бояться быть смешным в своей мечте. Да. Мне кажется, это очень важная и очень правильная формулировка. Она, кстати, вот прям только что... А чем будет следующий проект? А вы знаете, следующий проект, я думаю, в глобальном смысле будет приблизительно о том же. Только под другим углом. Ну, потому что вся наша жизнь об этом. О том, как стать счастливым. Каждый человек хочет стать счастливым. Ну, вы даете в своей картине секрет этого счастья? Да. Секрет. Ответ на вопросы? Да. Или у каждого будет свой ответ после просмотра картины? Каждый, конечно, найдет что-то свое, но вообще мы там даем прям вот, если не в лоб, то прям рядышком столбом. А если мы даем не в лоб, то мы даем полбу, но это чаще друг другу. Вот. Поэтому, да, до Нового Года осталось дает ответы о том, как стать счастливым. До Нового Года осталось еще достаточно времени, чтобы успеть завершить все дела в уходящем году, посмотреть вашу картину и встретить с распростертыми объятиями просто 2020 год, который, я надеюсь, подарит каждому из нас огромное количество не только счастья, но и, наверное, радости и много-много эмоций. И желательно, чтобы все они были положительными. Это точно. спасибо вам, что были сегодня с нами. Ждем с нетерпением премьеру. Спасибо вам, а мы ждем вас на премьере 19 декабря в кинотеатре Киногалактика на фильме «До Нового Года осталось». Спасибо, вы смотрели специальные интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. «До Нового Года»